Aston Martin Vaur. Модель Vaur с двигателем V12 и механической коробкой передач была вопшена ограниченным тиражом всего в 110 экземпляров по всему миру. И вскоре после ее дебюта в начале 2023 года покупатели быстро раскупили. То, что компания называет последним из эпохи. 110 счастливчиков, которым удалось поймать хотя бы одного, должны были для начала выложить не менее 1,5 млн долларов. А с опциями цена автомобиля могла превысить 2 млн долларов. McLaren Elva. 1,7 млн долларов. McLaren Elva одно из последних дополнений к легендарному наследию британского производителя суперкаров. Даже без надлежащего лобового стекла. Хотя такая опция имеется. Или крыши, на которую можно положиться. Elva выдает 804 лошадиные силы от своего 4-литрового двигателя V8 с двойным турбонадулом. Первоначально McLaren анонсировала всего 399 экземпляров. Но позже компания сократила их, до еще более дефицитных 249 экземпляров. DZINGER 21C. 1,7 млн долларов. Возможно вы еще не знаете имя DZINGER или DZINGER. Но это калифорнийский автопроизводитель. Создал суперкар 21C. Стоимостью 1,7 млн долларов. Имеет 1250 лошадиных сил. Благодаря V8 объем 2,9 литра с двойным турбонадулом. 21C может разгнаться от 0 до 100 за 1,9 секунды. А максимальная скорость составляет около 281 миль в час. По идее это 452 км в час. Что вообще-то невероятно. Ferrari Monza. Как и McLaren Elva без крыши. Ferrari Monza SP1 и SP2 созданы для езды на свежем воздухе. Как следует из названия, SP1 это одноместный вариант. А в SP2 достаточно места, чтобы вы могли взять с собой друга. Оба автомобиля оснащены одним и тем же атмосферным двигателем. Объем 6,5 литров. V12 мощностью 809 лошадиных сил. К несчастью для покупателей из США, ни одна из этих моделей не разрешена для уличного движения в Штатах. Но если у вас есть средства, чтобы позволить себе цену автомобиля в 1 миллион 750 тысяч долларов, то выход на трассу, вероятно, в любом случае не будет проблемой. Gordon Murray T33. Второй и немного более доступный суперкар. В новой линейке Gordon Murray T33. Т33 обладает двигателем V12, выдающим мощность 607 лошадиных сил. Благодаря безнадувному V12 объемом 3,9 литра, Т33 развивает нелепые 10,5 тысяч оборотов в минуту при цене около 1 миллион 700 тысяч долларов. Koenigseggemera. Gemera на самом деле является первым четырехместным автомобилем шведского производителя суперкаров. Но это не значит, что это какой-то семейный автомобиль с двухлитровым двигателем. Gemera имеет мощность 1700 лошадиных сил и разгоняется до сотен всего за 1,9 секунды. Компания планирует построить всего 300 таких автомобилей, каждой стоимостью не менее 1,7 миллиона долларов. Zenva TSRS. Родом из Дании, Zenva TSRS дебютировал в 2018 году на Женевском автосалоне, как самый экстремальный вариант в репертуаре суперкар-стартапа. Обладает двумя механическими нагнетателями двигатель V8. Объем 5,8 литра. TSRS выдает 1177 лошадиных сил и разгоняется от нуля до сотни за 2,8 секунды. Будьте готовы заплатить не менее 1,7 миллиона долларов. Hennessy Venom F5. Цена 1,8 миллиона долларов. Hennessy Venom GT стал рекордсменом, установив мировой рекорд скорости в 265 миль в час. Но новый F5 планирует превзойти своего предшественника с предполагаемой максимальной скоростью 311 миль в час, что в километрах в час значит 500. А вместе с этим и более высокой ценой. По данным компании, стоимость Venom F5 начинается от 1,8 миллиона долларов, что делает его лишь немного дороже, чем его предшественник, стоимостью 1,2 миллиона долларов. Bentley Bacalar. Цена 1,9 миллиона долларов. Всего было произведено 12 единиц. Поэтому Bentley Bacalar представляет собой часть ограниченного экземпляра. По сравнению с ним, автомобили в этом списке выглядят обильными. Хотя роскошный дизайн автомобиля, возможно, первое, что привлечет ваше внимание. Bacalar также не отстает в плане производительности. Благодаря фирменному 6-литровому двигателю W12 с турбонадулом Bentley, этот автомобиль развивает мощность 650 лошадиных сил. У данного автомобиля достаточно сложное название. Hispano Suiza Carmen Bolón. Цена 1,9 миллиона долларов. Назвать Hispano Suiza Carmen Bolón красивым было бы преувеличением. Но это интересно вылечить суперкар, дебютировав в США на конкурсе элегантности на острове Амелия. Батур может похвастаться электрической трансмиссией мощностью 1114 лошадиных сил и временем разгона до сотни за 2,6 секунды. Bentley Mouliner Batur Прежде чем люксовый бренд полностью перейдет на аккумуляторную энергию, Mouliner Batur поможет стильно запустить культовый двигатель W12. Благодаря двигателю с двойным турбонадулом мощностью 710 лошадиных сил, Batur является самым мощным Bentley за всю историю. А поскольку во всем мире выпущено всего 18 экземпляров, Batur стоит колоссальные 2 миллиона долларов. Имя Deos Vaine возможно не стало нарицательным пока. Но полностью электрический гиперкар дебютировал в начале этого года с мощностью 2200 лошадиных сил. Временем разгона до сотни чуть менее 2 секунд и предполагаемой максимальной скоростью 248 миль в час. Deos планирует построить 99 экземпляров Vaine. Первые несколько экземпляров планируется поступить в продажу в 2025 году. SSK Tuatara Хотя поначалу это вызывало споры. SSK все же сумел разогнаться до 475 км в час. На своем гиперкаре Tuatara побив мировой рекорд. Но Tuatara не только один из самых быстрых автомобилей на планете, но и один из самых дорогих. Стоимость всей этой скорости оценивается примерно в 2 миллиона долларов. За базовую Tuatara, тиражом которой ограничен всего 100 экземпляров, по всему миру. Lotus Evija Этот суперкар стоимостью 2,1 миллиона долларов и производит почти 2000 лошадиных сил с помощью 4 электродвигателей. Lotus планирует выпустить всего 130 дорожных экземпляров Evija. Aston Martin Vulcan Как и несколько других автомобилей в этом списке, Aston Martin Vulcan был предназначен только для треков. Британский суперкар дебютировал в мире в 2015 году, оснащенный атмосферным 7-литровым двигателем V12, мощностью 820 лошадиных сил. Всего по всему миру было выпущено 24 экземпляра. Затем последовала еще более ориентированная на трек модель AMR Pro. Но даже базовый Vulcan был дорогим товаром, стоимостью 2,4 миллиона долларов. Delage D12 Возможно, вы уже слышали о Delage раньше, в начале 1900-х годов. Этот французский автопроизводитель конкурировал на трассе с Bugatti и Ferrari. Теперь Delage вернулся с новым прекрасным гиперкаром, получившим название D12. Новый D12 оснащен двигателем V12, объем 7,6 литра. Развивает мощность более 1010 лошадиных сил и стоимостью 2,3 миллиона долларов. Ferrari Daytona SP3 Самая аэродинамически эффективная модель бренда за всю историю, и у нее даже нет активной аэродинамики. Дебютирующий в 2021 году ограниченный выпуск SP3 оснащен двигателем V12, объем 6,5 литров, позаимствованный у Ferrari 812 Competicione, который дает ему 828 лошадиных сил и время разгона от нуля до сотни 2,8 секунды. Ferrari никогда не раскрывал, сколько Daytona SP3 выпустит компания, но каждая стоит 2,3 миллиона долларов. McLaren Speedtail. Сколько бы вы заплатили за самое быстрое производство McLaren за всю историю? Ну, минимум 2,3 миллиона долларов. Обладая 1035 лошадиными силами, благодаря бензиновому электрическому гибридному силовому двигателю V8, Speedtail развивает максимальную скорость 250 миль в час и способен развивать скорость 186 миль в час всего за 12,8 секунды, на 2,7 секунды быстрее, чем P1. К сожалению, если вы не приобрели ни одного нового в 2020 году, вам придется выложить серьезные деньги на рынке поддерживших автомобилей. McLaren выпустила всего 106 экземпляров. Rimac Nivera. Получает титул самого дорогого электрического автомобиля с ценой 2,4 миллиона долларов. Обладая 1914 лошадиными силами, Nivera может разогнаться от нуля до сотни менее чем за 2 секунды и продолжает развивать максимальную скорость в 258 миль в час. Pagani Utopia. Сначала появилась зонда, затем Huayra, а теперь Pagani Utopia. Обладая 852 лошадиными силами и доступной 7-ступенчатой механической коробкой передач, Utopia является самым мощным дорожным автомобилем Pagani, когда-либо созданным, и его тираж ограничен всего 99 экземплярами по всему миру. Стоимость одного составляет 2,5 миллиона долларов.